Всем привет, мои куколки-красотки и красавицы! У нас прям лето, ах, лето! Конечно, мои вокальные данные оставляют желать лучшего. У нас очень-очень жарко. Я, кстати, собираюсь завтра красить корни, не знаю, видно вам или нет. А то начинают мне говорить, что у меня странный рядок. Нет, это просто у меня корни отрастают. А я их крашу строго раз в 14 дней, два раза в месяц на полторашке. Прям отлично закрашивается, то есть берется корень очень-очень хорошо. Краска студия. Я вам уже ее показывала, но многие у меня спрашивают. Затем после 25 минут нахождения краски на корне, я беру вот это то, что у меня осталось в миске, добавляю туда водички и чуть-чуть шампуня. И потом, когда начинаю промывать, смывать точнее краску с кожи головы, дополнительно еще по длине немножко протягиваю. Это как типа маленькой такой тонировки. Что по плану? Мне сейчас надо забрать... Что такое? Дорожки. Коробочку красоты. Пришла мне коробочка красоты Royal Sample. Правильно, надеюсь, произнесла. Господи, когда же ты научишься нормально разговаривать? Там у меня, по-моему, от Elle. Что-то там очень красивое должно быть. Я, по крайней мере, на официальном сайте посмотрела. Мне так она понравилась. Там продукты и от Соды. Ну, это та косметика, которая представлена в L'Etoile. В общем, очень-очень много всего интересного. Я хотела, кстати, вас поблагодарить. Вот вообще огромное вам спасибо за ваши комментарии. Я из видео-видео повторяю одно и то же, но я вам очень благодарна. Вот серьезно, без всяких там наигранностей. Вот серьезно, очень-очень благодарна за все ваши комментарии. Неважно, какого они характера, с некими какими-то замечаниями, еще что-то. Я же все читаю. Даже если я не отвечаю на какой-то комментарий, я отвечу потом. Я сажусь, выделяю время. У меня где-то полчаса, а то и час уходит на то, чтобы пролайкать все комментарии и ответить. Так, и также у меня пришел заказ шеин. Я заказала платье. Вот мы с вами посмотрим, что там за платья приходят вообще с шеин. Потому что у меня ни одного платья, представляете? У меня ни одного платья. У меня одни брюки, шорты, а вот платья-то и нет, а я хочу. Так что посмотрим, что придет. Рожечка. А мы гулять пойдем? Гулять. Еще погулять надо, с ним сходить. Без прически, без прически. Кстати, вы многие у меня спрашивали по поводу вот этих вот бантиков. О май гад, которые я сделала сама, сейчас покажу. Вот так вот они выглядят, эти два бантика. Я их вытащила из повязки. И они были в ужасном состоянии. У меня был подорот бант изнутри. И сам бант не был вот тут вот закреплен. Я его сшила вот так. Тут зашила все нюансы. И пришпандорила на обычный зажим, который у нас идет из фикс прайса. Вот эти зажимчики набором продаются, черные. И получились у меня вот такие заколки. О май гад. Которые очень-очень удобные. Они вообще голову не давят. И вот эти бантики ни грамма не мешают. Мне становится ничего. Как стирать-то, я думаю. Нормально. Ладно. Ну, хоть нашла выход из ситуации. А то, знаете, тоже 200 рублей. 200, 200 рубля. 200 рублей, 200 рубля мрознь. То есть это тоже копейка рубль бережет. Надо выходить из данной ситуации. А так прям, 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 прям забавненько. Вот такие дела. Так, ну все. Пойдем мы с вами сейчас на почву. Точнее, я пойду, приду, покажу вам все то, что припру. Что? Давайте распаковывать. Я специально без вас не распаковывала. И вы посмотрите, какая тут коробочка. Красивая вообще. Но дизайн это прям мой стиль. Мне так нравится вот это все розовое, фиолетовое. Так, что-то у нас сбоку. Носки. Носки. Счастье не за горами. Я так хотела такие носки. Вы не представляете. Они, по-моему, длинные, насколько я помню. Носок. Восхитительное произведение носочного искусства. Прикольно. Я знала, что там будет. И размер мой. У меня 39-40 размер. А это у нас 38-41. Так, дальше у нас идет сама коробочка. Это у нас скраб, по-моему, полирующий скраб с кокосовой стружкой маслом маракуи. Это у нас миксит. Мне вот интересно, он у нас с блестками или нет. Попробую обязательно. Но упаковочка достаточно такая большая. 250 грамм. Хватает такого скраба надолго. Журнал. Эль Герл. Саша Спилберг на обложке. Обязательно посмотрю. Ну, я люблю так читать такие журнальчики. Несмотря на то, что тут очень много рекламы, у меня иногда бывает вдохновение. Я беру именно из таких журналов. Тут очень много макияжей. То есть тренды. Вот нижняя века сейчас подведенная. Вот это вот прям тренд. Так, ладно. Мы сейчас эту коробку уберем. Большую. И начнем смотреть все то, что у нас в самой коробочке. Давайте тоже вместе, вместе, вместе. Чтобы прям неподдельное счастье было. Так. Вашка, Вашка, сейчас секунду. Да ешкин, дрын. Опа. Все. Открыла. Ага. Брошюра. Поехали. Что у нас тут по брошюрам? Угу, угу. Первое. Погнали. Серьги моди фан-шоп. У меня в фиолетовом оттенке. Они у нас гвоздики. А я, у меня, кстати, попались гвоздики. Хотя я все-таки думала, что будут висючки. Так. Цена их 99 рублей. Ну, для разнообразия очень даже, мне кажется, интересно будет смотреться. Я, наоборот, счастлива, что попались гвоздики, потому что я висячие не люблю. Поэтому, да, классно. И фиолетовый цвет у меня, в принципе, под всю одежду моя подходит. Следующий продукт, это полноразмер 009 Ivory, мой оттенок, помада, хотел сказать, Face Studio Maybelline. Это у нас пудра. Пудра, а где она есть? Где-то вот тут. Вот она, матирующая, фиксирующая пудра для лица. 350 рублей. И тут у нас коробочки полноразмерная, вот такая версия. Я вижу, что уже оттенок мой. Как бы матирующая, насколько я помню. Дальше, что у нас есть? Вот такой продукт от Соды. Хайлайтер, по-моему, да? Правильно, да. Он стоит 539 рублей полноразмер. Хайлайтер. Вот за хайлайтер вообще спасибо. Я рада, что это хайлайтерами тени. Распакую, покажу вам обязательно. Ну, по сводчу я имею в виду. Так, как я сказала, 539 рублей стоит. Хайлайтер немножечко, классика жанра. Компактный прессон с большим содержанием шиммером. За пару секунд скульптурировано ставить акценты. Такая достаточно увесистая коробка. Вот так вот он выглядит. Light, Blend. О, тут даже, по-моему, три цвета. Сейчас посмотрим. Дальше у нас тут идет аромат. У меня в последнее время столько ароматов всяких разных. Тестировать. Вот он. Стоит 50 миллилитров 6650 рублей. Парфюмированная вода. Как она правильно называется? Girl of Now Forever. Да? Вроде бы так. Или Сап. Я не знакома с такой туалетной водичкой, поэтому немножечко я тут, так скажем, парфюмерный идиот. Так. Дальше что у нас тут еще лежит? Мицеллярная водичка от Aven. Я ее не пробовала ни разу. Тут достаточно большая полноразмерка. Миниатюра 20 миллилитров. И вот она у нас. Мицеллярный лосьон для очищения кожи и удаления макияжа. Стоимость за 200 миллилитров 1005 рублей. Вот такая красивая малышка. Дальше у нас тут полноразмерная версия от Divash. Тональный флюид для лица. Это у нас стекло. Я так поняла, что тренд у всех стал делать тональную основу с пипеткой. Но самая первая тональная основа с пипеткой лично у меня была от Catrice. Потом Evelyn. И вот сейчас Divash. Полноразмерный продукт стоит 449 рублей 30 миллилитров. У меня как раз 30 миллилитров. И оттеночек 0,3. Но на загар будет, кстати, хорошо смотреться, потому что я сейчас пользуюсь автозагаром. И некоторые тональные основы мне очень сильно высветляют мою кожу. Но попробую, потестирую. Вот они, кстати, носочки. Friday Sucks. Да, правильно вроде. 249-399 рублей. Вот они. Так они выглядят в коробке. Сами носки. Дальше, раз уж мы тут, покажу вам леденец. Стоимость его 70 рублей. Леденец от Carice. Да ну. Правда, что ли? Для укрепления зубов. Как? Как, как называется? Я не буду это читать. Ладно. Маленький такой, кстати, или нет? И да, он у меня на палке. То есть я сначала подумала, что палочка отдельно от леденца. Нет, он прям на палочке. Дальше, что у нас еще идет. Так, пенящий мусс. Пенящийся мусс. Вот он. В миниатюре. Полноразмерка у нас 200 мл. 1028 рублей. Ой. Ой-ой-ой. Девчонки, не то взяла. Не то взяла. Смотрела же на него. Вот он. SFR. Пенящийся мусс. Деликатно очищает кожу. Не пересушивая ее. Удаляет избыток загрязнения кожного сала. В принципе, можете сами прочитать. Это умывашка. Правильно? Правильно. У нас тут объем 10 мл. Ну, в принципе, хватит раза на три. Так. Топик-крем. Раз уж я взяла его. Топик-крем. Матирующий уход. Специально разработан для жирно-комбинированной кожи взрослых и подростков. Полноразмерка 1092 рубля 40 мл. У меня 5 мл. Вот такая миниатюра. Дальше, что у нас тут есть. О! Красная помада и фраше. Кстати, я их помадой не пробовала. 690 рублей полноразмерка. Сатиновая. 3,7 грамм. И вот она как выглядит. У меня оттеночек 55. Посмотрим, подойдет он мне или нет. Но я надеюсь, что подойдет. Так. И что еще? Что еще у нас тут есть? Урияш. Ночная увлажняющая маска. Так, так, так. Термальная ванна для обезбоженной кожи. Полноразмерка у нас стоит 1184 рубля 50 мл. И тут такая хорошая миниатюра. Если честь, что ночная маска нужна тонким слоем. 15 мл. Я рада, что я познакомлюсь и с Урияш, и с Топикрема, и с вот этой вот маркой. Достаточно небюджетной. За это большое спасибо коробочкам. Sephora 560 рублей полноразмерка. И вот она у нас. Это тушь для ресниц. Volume. Ну, так как у меня нарощены ресницы, я, наверное, не смогу оценить полностью. Полностью. Палетка синий, смотрите, прикреплена. Полностью эффект от туши. Но попробую, когда у меня наращивание уже постепенно. В общем, будет подходить срок коррекции. И вот он, скраб 895 рублей. Полирующий скраб для тела с кокосовой стружкой. И все, в принципе. Коробочка у нас с вами пустая. Я считаю, очень-очень достойная коробка. Вот серьезно. Если честь, что предыдущая у меня была лимитка. Это очень классно, что есть и Миксит, и Урияш, и Авены, и Топикрем, и Сода. Как я вам и обещала, сейчас я просвочу вот это все. Тушь я открою, покажу щетку. Тональную основу тоже сейчас открою, покажу. И также пудру просвочу и покажу вам, как это все смотрится. Значит, смотрите, специально открыла все продукты и просвочила их. Вот видите, вот это сияющее. Сейчас фокус будет. Вот. Вот это сияющее, это хайлайтер. Девчонки, какой он красивый. Так, что это я не смазала? Нет. Какой он красивый. Вы посмотрите. У него коробка резиновая. Вы представляете? И он такой мягкий. Сияющий. Вообще крутецкий. Ну, конечно, тут не мелкие блестки. Тут они достаточно активные. Но сама идея упаковки мне очень понравилась. Плюс еще розовая. Куда же без этого. По поводу вот этой пудры. Пудра очень тоненькая. Вот прям очень-очень. И она фактически, мне кажется, будет незаметна на коже. Она невесомая. Она хорошо будет наноситься кисточкой. Но это моя версия. Обязательно проверю это в действии. Тональная основа. Тональная основа темная. Вот видите, рядом с красной помадой темная тональная основа. Но, опять же, достаточно темная для незагорелой кожи. Однозначно, этот тон не подойдет. Это 0,3. Для беляночек. Но для загорелой кожи самое оно. Я еще думала купить себе тональную основу, которая будет подходить под мой автозагар. Потому что я вам уже рассказывала, что все мои тональные основы очень светлые. Помада. Помада у Тыф Раши выглядит вот так. Она с правильным малиновым потоном. То есть она будет выбелять зубы. Посмотрим, как она будет в носке. Повторюсь, оттеночек у меня 55. Аромат. Я пшикнула. Я не смогла устоять, девчонки. Потому что я... Ну, не сказать, что прям фанат ароматов. Но все-таки этот аромат, это прям мое. И ассоциация со мной. Он... Он пудровый. Он одновременно слегка сладковатый. С нотками прям. Вот чуть-чуть-чуть свежести. Я вам не опишу. Очень сложный аромат. Очень классный. Girl of Now. Я посмотрю по стойкости и, может быть, даже разорюсь серьезно. Потому что я хотела себе какой-то люксовый аромат, который бы у меня стоял... У меня был лавея бель от Lancome. Но я его отдала своей тете. Я вам, по-моему, уже рассказывала, не рассказывала. А, в общем, она мне его выпросила. И поэтому я искала что-то на замену. И это... Это прям ассоциация со мной. На весну будет самое то. Он достаточно нелегкий. И на жару, скорее всего, нет. Так. Тушь. Тушь для ресниц. Я посмотрела, там обычно вот такая щеточка. Я вам ее открывать не буду. Но, в принципе, упаковка мне нравится. Я люблю такие упаковки. Так. Кстати, в Соде у нас были вот такие... Ну, это переводилки, наверное, да? Все-таки. По-моему, я смотрела обзоры, и там были переводилки. Сейчас еще распакую... Знаете, что? Носочки хочу распаковать. Опа! Счастье не за горами. Классные носки. Даже если они не пригодятся мне для носки на улицу, я буду их использовать. Погнали. Первое. Это платье. Вот такое. Но мне кажется, оно будет тепловато. Я все-таки думала, что оно на летний период времени. Ну, ладно. Это у меня размер М, по-моему, если не ошибаюсь. Дальше. Вот такое платье. Вообще, наверное, свойственно. Клетка. Размер М. Оно очень прикольно сделано на сайте. Я по возможности буду вставлять вам картинки, как это должно выглядеть на модели. А я как-нибудь разберусь, что да как. Так. Это второе платье. Третье платье. Посмотрите, цвет. Color. Такой нежно-лавандовый цвет. Вообще бомба. И видите, пуговички запасные. Хорошо. Так. Вот это. Я думала, что тут будут... Блин, а что мне красные? Блин. Я хотела быть нежно-розовые. Вот это я расстроена. Я хотела, чтобы полосочки были нежно-розовые, а не красные. Походу, опять немножко не то. Ну ладно, фасон тут очень классный платье. Это хлопок. Следующее. Следующее вот такое платье в полоску. Оно тоже длинное. Кстати, все эти платья в пол, кроме вот этих вот двух. Они не в пол. И вот они два. Сейчас я открою все. Вытащу из пакетов. Покажу вам так, воочию. Первое платье. Беременность не наступила, а хотелось бы называть, потому что у него очень свободный крой. А вот такие финтифлюхи. Мне интересно, отвалятся они при... Блин, сейчас посмотрим. Пришиты они, не пришиты? Пришиты вроде. Отвалятся они при стирке, чине. Вот интересно. Так. Но фасон очень красивый. Мне прям нравится. Ниточки кое-где есть. Есть такая буква в алфавите. Так. Размер L. Сейчас я вам примерять ничего не буду, потому что, ну, я не очень выгляжу. Хочется, чтобы все ко всему было. Так. И оно у нас вот так вот, видите, в пол прям. Ну, мне должно пойти. И оно такое легенькое-легенькое. Прямо сейчас самое оно таскать, когда там до 30 градусов. Ну, и так, в принципе, неплохо. Посмотрим обязательно. Так. Это у нас лот номер один. Второй лот. Эх, тачанка-расточанка. Уезжаю на дачу отдыхать. Ассоциация у меня именно такая. Размер M. И надо, наверное, было S заказывать. Мне... Хотя у меня грудь большая. За груди кажется, что я больше. На самом деле нет. У меня верх 46, низ 44. Так. М-ка. Так. И что? И что? Нитки я вижу. Жалко, не розовый. Это красный. Под помаду. Слухайте. И фраше. Молодцы, что в коробку такую помаду положили. Будет мне под платье. Ладно. Рукава тут у нас нормальные. Тоже в пол. И пуговицы прямо в пол, в пол. И у нас идут тут сбоку карманы. Так. Лот номер три. Привет, 80-е. Блин. Вот это платье мне нравится. Оно, мне кажется, очень круто будет смотреться. Они все похожи между собой, эти три платья. По поводу качества. Легкий очень материал. Очень напоминает хлопок. Вообще, подробную информацию можете пройти по ссылке. Посмотреть состав. И также там есть размерная сетка. У меня это размер тоже М. Да, М. И тоже оно как бы в пол с пуговицами. Также в карманы. Я очень люблю карманы. В них всякую там, не знаю, какую-то мелочь положить. Ту же самую жвачку, чтобы она была под рукой. У меня претензии к пошиву есть. Как бы вот они, нитки. Это все убирать, конечно, геморрой. Я не люблю, когда геморройные вещи. Это все нужно постирать и отпарить парогенератором, чтобы все было красиво и симпатично. Тогда уже вам показывать. Буду во влогах вам показывать. И в каком платье буду находиться, буду оставлять вам ссылку. Вот так. А сейчас оставлю на все платья ссылки. Так, все, поехали дальше. Вот это прикольное. Тоже нитки. Ну, ребят, ну, блин, ну как так? Так, тут у нас, знаете, в чем изюминка? Брительечки. И вот так вот спущенные рукава. У нас такая сборка вот тут идет. Я не люблю, когда без вот этих вот штук. Она постоянно вот так вот, эта сборка, потому что они делают на резинке. И она подпрыгивает к плечам. На плечо запрыгивает. И может по шею ударить. У меня сколько раз было с такими фасонами. Тут у нас зауженная немножко талия на резинке. Платье не длинное. Оно будет чуть ниже колена. И также у нас идет пояс вот такой. Пояс, наверное, вряд ли я буду носить. Я не люблю пояса. Но тоже как бы неплохо сделано, легенько. Самое главное, что все платья легкие. Нитки есть. Ну, не могу я это скрыть. Нитки есть. Как я скажу, что их нет, если они есть. Сами видите. Ну, вот с этим я не знаю, что делать. Оно огромное. Серьезно, оно огромное. Плюс еще, мне кажется, оно тепловато будет сейчас таскать. Размер М. Вот так оно выглядит. Тут у нас обманка пояс. То есть можно спереди завязать, можно сзади. Коротенькое. Достаточно коротенькое платье. Но оно очень женственное. Вот серьезно. Оно такое мимимишно смотрелось на модели. И на мне, надеюсь, тоже будет смотреться. Вот у нас сколько-то тут есть. Недочеты. Нюансики. Вот такие вот. Так, вот еще нюансик. Так, поэтому полезно очень делать распаковки, чтобы вы смотрели. Тут у нас вот такая змейка сзади шита. Ее вот так, если смотреть, ее не видно. Пуговица запасная. Это всегда должно быть так. Ну, все. Вот такой вот был заказ. Мне кажется, неплохо. Померяю платье сейчас. Вам показывать не буду, потому что они все, простите за выражение, как из попы. А вот когда отглажу, образ полный соберу, тогда вам каждое платьишко и покажу. Ну, что сказать, девчонки. Померила я платье перед тем, как кинуть их в стирку. Машинку еще не запускала, чтобы, ну, вас немножечко не отвлекать на шум машинки. Сейчас покраснею. У меня сразу, когда я начинаю кашлять и чихать, я красная моментальная. Глаза, видите, сразу красная. Так, что могу сказать. В двух платьях я выгляжу сносно. Фиолетовое платье, к сожалению, из-за моего бюста не застегивается сзади. Я еще что-нибудь придумаю. Может быть, мне надо бюст какой-нибудь такой, типа, топика надеть, чтобы он... Ну, в общем, не знаю. Прямо я очень расстроена. Если что, отнесу парнихи, мне растают просто. Так, в одном я выгляжу как... Какая, знаете... Не знаю, как вам даже объяснить. На шампанское надевают такую штучку тканевую, если вы поняли. Вот такая какая-то я гром баба. Просто я не показываю, потому что, ну, блин, начнется опять... Вот, ты плохо выглядишь, ты жирная, толстая, такая-сякая. А так вроде бы показала. Но какое-то я себе оставлю платье. А, в клетку мне очень понравилось, как смотрится. Так, какое у меня там еще было платье, которое последнее я вам показывала. Оно такое бежевое. Оно линяет, капец. Вообще просто у меня ниток полный вообще коридор. Я не знаю, что с ним делать. Может быть, при стирке оно как-то все изменится и в лучшую сторону. В общем, приедет мама. Она у меня сейчас на ресницах у Вики. И пусть она что-то с ним решает. Если она будет что-то себе оставлять. Во-первых, она посмотрит со стороны, как я выгляжу. Еще ее окончательный вердикт. А во-вторых, она скажет, да-да, нет-нет. Может быть, что-то себе даже заберет. У нее есть такая у нас фишка между собой. Если что-то не подходит мне, подходит ей. И наоборот, если что-то не подходит ей, подходит мне. Это так, для справки. Что мы будем делать? У меня же тут коробонька A1. Я уже тут протестировала много чего. Во-первых, я протестила вот эту вот пену для One Bubble Gum. Конечно, она крутая. Понимаете, тут даже без вопросов. Она концентрированная. Пену дают обильную, плотную. Но не такую, чтобы лепить можно. Было как специально есть пена для ванн, для лепки. Но, тем не менее. Кстати, почему я решила именно сегодня с вами протестировать маску, тканевую? Потому что завтра я еду обновлять татуаж бровей. То есть у меня вот тут вот уже желтый пигмент выступает. Я не обновляла татуаж два года. Я сделала его. И все. Как бы и забыла. Даже на коррекцию не ходила. А это я решила обновить. Дело в том, что мне написала подписчица в одном из моих макияжей. Она говорит, Ален, а что ты тут татуаж не обновишь? Я такая, да, что я правда тут татуаж не обновлю? Ну, в общем, записала, завтра поеду обновлю, и там двое суток нельзя будет мочить брови. Да, ну, в общем, как-то аккуратно надо будет. А я хочу попробовать с вами тканевую маску Дзен. То есть я ее не смогу нанести на лицо. Вот такую я смогу. Вот. Вот эту от Planet Spa. Сокровище пустыни. Мы с вами ее протестируем обязательно. Даже, может быть, и в этом же влоге. Так. По поводу туалетной водички. Вот этой. Она приятная. Она интересная. Но я же не умею описывать особо ароматы. Даже, можно сказать, унисекс. То есть она подойдет, мне кажется, мужчинам и женщинам абсолютно. По стойкости она держится около 3-4 часов. На себе я ее не ощущаю, как и окружающие тоже ее фактически не чувствуют. Вот у нее вот такая вот коробочка. Я вам уже показываю. Оставлю ссылку на регистрацию. Может быть, кто-то заинтересуется. Я вам уже говорила, что при регистрации 30% скидка у вас идет на заказ. А со вторым заказом вы получаете подарок. Спреи. Девчонки, я согласна с вами полностью. Кто мне писал и в инстаграме, и везде-везде. Они офигенные. Вот эти два спрея. Это пушка. Я серьезно вам говорю. Во-первых, они не спиртовые. В отличие от... Блин, нет у меня спрея того. Вот Эйвен. Который классический. В отличие от тех спреев, вообще спирт им не отдает. Это парфюмерная. Парфюмерная такая тонкая отдушка, которая остается с вами часов 6, так точно. Самый секретик того, чтобы ваша вот эта вот штучка осталась на вашем теле как можно дольше, это наносить на влажное тело. Вместе с влагой вот это все впитывается в кожу. И... Без вопросов. Все, без вопросов. Так, каталоги я еще особо не листала. Ну, просто времени не было, девчонки, честно. Карандаш. Карандашик вот этот. Он мне не подходит по цвету. Но по текстуре он мне очень нравится. Знаете, что с ним можно делать? Например, вы нанесли какую-то помаду светлую, нюдовую. И вот такими движениями раз и раз. Растушивали быстро. А, быстро застывать. И нанесли сверху бальзам. И тем самым увеличивается объем губ. Также для глаз. Он быстро застывает, и он не пластичен. То есть вот для вот этой вот слизистой, чтобы увеличить глаза. Эффект вот, смотрите. Также со вторым глазом. Он комфортный абсолютно, но держится. Стойкость у него невероятная. Я вам серьезно говорю, я не могла отмыться очень. Но на губы в качестве акцента, увеличивающего объем губ, очень-очень даже неплохо. Так, дальше, что у меня тут еще было. Вот этот вот пакетик с тоналкой мы с вами попозже. Нет, Ананик, буду тестировать. Вот этот вот знаменитый True Color, по-моему, называется. Сейчас покажу. А, Even True. True Color, да. Мне, наверное, оттеночек подойдет нюд. Я посмотрю, если что, я намиксю себе. У меня три оттенка. Почему бы нет? И вот эта помада. Помада, ну, очень красивый нюд. Но на губах она смотрится. На камере даже есть немножечко желтинка. А моей маме хорошо. У нее оливковый подтон кожи. Мне немножечко не тот оттенок. Не попала я в тон. Но по текстуре она мне нравится. Она такая увлажняющая. Между карандашом они прям дружат. С карандашом, точнее. Все. Давайте начнем с очищения. Быстренько очищу кожу. И протестируем с вами маску. Что она у нас делает и так далее. Я прочитаю вам попозже. Для начала мы очищаем кожу. Убираем нашу помаду. У меня мицеллярка от Леврана. Она у меня в коробочке была. Ну, что такое. Она у меня была в коробочке. И надо ее просто закончить. Так она мне не очень нравится. Чистили мы с вами кожу лица. И сейчас будем наносить вот эту маску. Сиса или Кика. Не знаю. Так. Тканевая маска для лица содержит высокоэффективную комбинацию антиоксидантов для улажнения и питания кожи. А также усиливает ее естественный барьер. Кожа становится более гладкой и сияющей. Так. Разверните маску. Разметите ее чистой и сухой стороне. Лайфхак сейчас от моей мамы. Она попросила меня, чтобы я рассказала. В общем, тканевую маску вы же когда используете ее, вы наносите на кожу с одной стороны на 10 минут. Затем вы снимаете, переворачиваете и с другой стороны наносите также еще на 10 минут. Так вы усиливаете эффект от маски, усиливаете ее действие. Плюс еще, можно сказать, делайте такой дабл-дабл прям в действии на вашей коже. Так. Сейчас открываем. Она очень приятно пахнет травками. Вот такая она. Я, правда, не знаю, с этой маской это прокатит. Нет? Так, вытаскиваем ее. И мы видим вот такой вот конвертик. Открываем его. Аккуратно. Я совсем недавно узнала, что корейцы делают вот эту вот штучку, чтобы легко было наносить маску. То есть, мы вот так вот наносим. Ой, она прям стекает. Конечно же, у меня не получилось. Ну ладно, тянем. Ничего страшного. Но ткань мне нравится. Знаете чем? Тем, что она прям прилегает плотно к коже. Вот так прям расправляем по максимальному. Вот так. И что мы дальше делаем? Пузырьки все убираем. Расправляем. Так. И я беру ножницы. И вот так вот. Чтобы нос у меня тоже попитался. Нет, нос не буду отрезать. Потом я сейчас хочу ее перевернуть. Все. Оставляем на 15 минут. Нет, на 10. Затем я ее сниму, переверну, нанесу. И еще на 10. И уже тогда вам покажу эффект. Но так она прям хорошо прилегает. Я считаю, что я ее неаккуратно достаточно нанесла. Но, как видите, все. Встретимся с вами через секунду. Ну, на вашем мониторе это будет секунда. А у меня минут 30 пройдет. О. Еще. И давайте посмотрим на эффект. Так. Ну, и что мы видим? У нас очень много сыворотки еще на лице осталось. Мы ее распределяем. И ждем, пока сыворотка впитается. Мне интересно, липкость есть, нет. Потому что для меня это прям очень важный фактор, чтобы не было миски. Ой. Миски, липкость. Миски. Да, бывает. Так. Распределить сыворотку по коже мастирующими движениями. Ну, я распределила. Эффект вы можете сами оценить. Мне кажется, лицо стало светлей. Лицо стало ровней. И она, да, увлажненная кожа. Ничего не скажу. Но меня интересует сыворотка. Ну, пока что липкость есть, пока что. Ну, посмотрим. Сейчас пройдет шушуть время. Тогда мы уже сможем наблюдать эффект. Пока липкость есть. Кстати, посмотрите, помада. Я мыла посуду, она не стерлась. Это знаете, что за помада? В коробочке была. Эфраше. Так. Давайте подождем минут пять. Я к вам опять вернусь и скажу, есть липкость или нет. Пока я жду, давайте покажу. Вот она. Помадка Эфраше. Посмотрите, какой у нее красивый орнамент. Вот видно на самом продукте. Давайте я вам нанесу, сразу покажу, как она смотрится. Такая морковочка, да? У нее одушка вроде бы сладковатая, но специфическая. Как будто помада из девяностых. Положится она полупрозрачная вот такая. Мне кажется, мне не очень. Ну что, оставлять или нет? Я вот красную помаду уже разучилась носить. Второй слой. Почему он, блин, в упаковке? Да не, видно, что морковочка такая. Ну и что? Оставлять, не оставлять? Не знаю. И тушь. Сейчас покажу кисточку. К сожалению, эффект не смогу сказать. Вот кисть, смотрите. Так. Фокус будет? Будет. Вот она. Красавица. Ну, пахнет она тушью для ресниц. Шесть месяцев с момента вскрытия туши, да. 0,1 тонн 0,1. Black. А, Фокус мне сегодня не хочет помогать, да? Так. Маска. Липкость осталась. Легкая липкость. Но она очень такая, ненавязчивая. Так, сейчас я помаду сотру. И вы видите, что остается тинт на губах. Просто оттенок красный, не мой. Я вообще красные оттенки очень-очень редко ношу. Так, и давайте я вам покажу Mixed Scrum. В любом случае, заходите, посмотрите, что там. Что там внутри ящик Пандоры. Потому что у меня был один скраб. Ну, спорный момент с ним был. Как бы я не смогла оценить полностью его. Вот и до. Ага. Вот это вкусный скраб. Кокосовое печенье, стружечка. У меня сейчас слюна пойдет. Вообще, смотрите, какой он внутри. Вот это мне нравится скраб. По запаху так точно. Я у него текстуру сейчас покажу. Вот, смотрите. Здесь поскрабировать, видите. Вот такие прям крупные частички. Ага, пахнет. О-о-о. 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 Все, закрывай, закрывай. Не надо жрать сладкое. Я сейчас какие-нибудь кокосовые конфеты пойду тачить. Зачем это надо? В общем, если вы на диете открываете, нюхаете. О, мы раньше говорили, знаете, как чуфаните. И все, и идете, как говорится. Блестки есть в нем. Такие мелкие. Мелкие блестки. Так. Чуть-чуть липкости есть, но не шибко. Так все комфортно ощущается. В отличие от масок Вилента, у меня было, вообще целый набор был. И там такая липкость невероятная. Эти нет. Эти, точнее, маска нет. Поэтому, в принципе, нет. Я покажу вам все то, что я купила в парфюм-декор по скидке. Наконец, взяла себе патчи на пробу. Именно вот эти. Они у нас идут с жемчугом. И стоили они, по-моему, тысячи рублей без скидки. Так они не обошлись рублей, наверное, 800. Вот так. Потому что 25% скидки, вот так они называются. Есть там еще Эпле, как это называется, в общем, патчи. Очень люблю корейские патчи. Наконец-таки дождалась скидки и купила себе вот такие вот патчи. Гидрогелевые. Дальше. У бабушки Агафьи новая коллекция. Точнее, у них перезапуск их всех линеек. Это сыротка для корней. Я всегда говорила, говорю, буду говорить, что красота и здоровье волос идет от корней. И как раз-таки взяла себе вот такую сыворотку. Ее можно наносить, по-моему, после мытья и до мытья. Ну, посмотрю, обязательно протестирую. А также от бабушки Агафьи взяла вот такую фтирку. Это скраб-фтирка для кожи головы перед шампунем. Очень интересно попробовать. Там их три вида. Три или четыре вида, но я взяла именно сахаринскую. Тут, потому что на белой глине, таежных травах, черник, мед. Вот это все я очень сильно люблю. Отдушку. Обязательно тоже попробую, потом вам расскажу. Так, взяла свою любимую пасту. Я беру ее очень-очень часто. Это у нас паста для курящих. Вайт. Она 40 рублей стоит. Тут у нас объем... Сколько маленький, короче, объем. Но паста очень классная, как отбеливающая раз в неделю. А, вот, 24 грамма, 16 миллилитров. Как отбеливающая, очень-очень классная. White glow. Мне нравится. Я брала себе красную и вот взяла, знаете, для курящих. И взяла себе зубные щетки. Ну, и себе, и маме. Маме, наверное, черная будет, а мне белая. Потому что я очень люблю белый цвет. Это у нас набором шло. 100 чем-то рублей. Зубная щетка с углем. Правильно она называется? Для взрослых. Средней жесткости. Вот, отлично. Я не очень люблю мягкие, но не очень люблю жесткие. Так как у меня чувствительные десны, обязательно попробую. И, девчонки, смотрите, новинку. Абана! Гарнир Фруктис. Сос-спасатель для волос. Комплексный, несмываемый крем. Восстанавливает. Защищает от ломкости. Термозащита. Защищает цвет. Интезно питает. Разглаживает, смягчает. Ага, ага, ага. Ну, в общем, буду пробовать. Протестирую. Я очень люблю Фруктис. Сосуем, вот этот СОС. Восстановление мне помогает. Но я обязательно протестирую. Такая бадья и стоила всего 200 рублей. Все, будем тестировать, смотреть. И обязательно вам все расскажу. Я забыла показать вам брови. Сейчас я чуть-чуть скучусь, чтобы свет более удачно падал. Они у меня чуть-чуть шире. Но я специально так их сделала. И в принципе они смотрятся очень естественно. 70% вот этого всего яркости уйдет. Поэтому не надо сейчас делать поспешные выводы и говорить, что мне черные брови. Они черными не будут. А мы с вами идем в Wildberries за заказ. Спросите меня, почему я не пошла к своему старому мастеру Марине. Так потому, что у нее очень яркие получаются брови. А я хотела прям тушевку-тушевку. Но посмотрим, как это все у нас с вами. Корка уже образовалась. Это все постепенно отшелушится. И будут красивые бровки. Компант в белом цвете. Чуть его помяла. Double Dare. Oh my god. Блин, я так рада. Я, кстати, заказывала его с оплатой при получении. Там можно и карты оплатить, и наличные. В общем, Wildberries очень-очень классный сайт. Я уже прям убедилась. Какой вкусный вот этот вот хлеб. Он идет пшено, семена подсолнечника, лен, семена тыка. Вот я его обжариваю с двух сторон на сухой сковородке. Очень-очень классный постерный хлеб. Он стоил, по-моему, рублей сорок. Да, где-то так. Все. Мы будем заканчивать с вами этот влог. Я надеюсь, он вам был интересен и полезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Но я с вами прощаюсь. Всех люблю, целуюсь. Всем пока.